Девчоночки мои дорогие, всем привет! Вы на канале Тайный Девчонок. И сегодня по вашим запросам будет рум-тур по моей комнате. Покажу вообще, как я живу, также где находится мое хранение с прокладками и ежедневками. Ну и конечно же, как и где я снимаю свои видео. В общем, видео будет очень интересным, поэтому оставайтесь со мной, не забывайте подписаться. Ну а мы уже начинаем. Ну и примерно вот так вот выглядит моя комната. Она, конечно, достаточно маленькая, но я ее очень люблю. Как по мне, она очень такая миленькая. Ну давайте начнем наш рум-тур вот с этого шкафа. Я, конечно, постаралась, чтобы вот мои как бы вещи шли от такого светлого к более темному. Как по мне, это выглядит очень даже симпатичненько. Тут просто сохранятся мои вещи. Также вот здесь, вот на этой полочке, лежит аппарат для маникюра, которым я обычно пользуюсь. Также чуть ниже лежит лампа. Также для маникюра, который я обычно сушу гель-лак. И в самом низу уже стоит коробочка, в которой всякие различные бьюти-штучки, которые у меня есть. В общем, в ней я обычно все храню. Раньше занималась игрой на фортепиано и на этом синтезаторе. Я просто, ну как бы повторяла, тренировалась, все такое. Так, здесь у меня стоит два рюкзачка, с которыми я обычно куда-то хожу гулять, либо что-то такого. И также тут лежит кигуруми. Раньше они просто были очень популярны, раньше в нем часто ходила, сейчас уже нет. Ну а мы с вами двигаемся дальше и переходим вот к этому ящику. Здесь у меня в основном лежат какие-то просто штаны, джинсы, все такое. Также чуть ниже лежат мои всякие футболочки. В основном это все такое вот домашнее, все какое-то такое темное. В этом ящике у меня в основном лежит всякое нижнее белье, поэтому показывать я это бы не хотела. Также далее у меня тут такого шкафа, в котором просто лежит мой рюкзачок, с которым я обычно гуляю. Также какие-то тут краски лежат и новая пара колготок вот таких вот. В общем, ничего такого интересного. Кстати, вот там вот висит картина, которую я рисовала сама красками по номерам во время карантина, когда мне было скучно и вот такая вот она получилась. Кстати, вот эта лошадь, она на самом деле не такая красная, как ее передает камера. Место, которое я очень сильно люблю в своей комнате, это, конечно же, моя кровать. Также здесь у меня стоит игрушка, с которой я обычно сплю. Она мне очень дорога, так как это подарок от моей лучшей подруги, поэтому я ее прям обожаю. На другом конце кровати стоит также вот такой вот мягкий медвежонок. Как видите, у него с носиком небольшие проблемы, его погрызла моя кошечка, когда еще была совсем котенком. И теперь у него такой странный нос. И вот здесь вот у меня висит такая таблица выкладывания видео, которую создала сама. И вот такими вот синенькими сердечками отмечены дни, когда я выкладываю видео. Конечно, иногда я могу выкладывать видео чуть почаще, но в основном я работаю именно по этому графику. И вот здесь над комодами висит такая полочка коричневенькая. Давайте начнем ее рассматривать. Во-первых, здесь стоит такой вот фламинго. Но еще он просто очень бомбически светится, я его прям обожаю включать. Также здесь у меня стоит салициловая кислота. Ее начнут точечно, когда появляются какие-то прыщики, и она их подсушивает. Также здесь у меня стоят духи. Вообще, я брала их у своей мамы, когда они были где-то на половине. Но так я не вернула их и, в общем-то, доиспользовала. И также вот такие вот. Стоит буквально рублей 200 в магазине Магнит Косметик. Их замечательный аромат персика мне безумно нравится. Но на полочке повыше стоит моя записная книжка, в которой я обычно записываю какие-то идеи для видео, либо какие-то свои записи. Кстати, девчоночки, напишите, пожалуйста, в комментариях ваши идеи для видео. Потому что иногда у меня бывает такое, что я вообще не знаю, что для вас снимать. Поэтому напишите в комментариях, что вам будет интересно. И также здесь у меня стоит такой пенальчик, в котором обычно там всякие ручки лежат. В общем, все для записи. Ну и вот он мой подоконник. На нем я обычно крашусь. Также я его украсила немножечко к Новому году. Повесила такую вот гирляндочку. Сейчас, возможно, покажу, как она выглядит, когда темно. Также здесь у меня нарисовано вот такой вот огонь. Не знаю, чем я его рисовала, но, в принципе, он мне нравится. Также, извиняюсь за грязное стекло, но я хочу вам показать, что на улице совершенно нет снега. На дворе сейчас 28 декабря. Если что, это Краснодарский край. Конечно, снег выпадал, пролежал где-то буквально неделю. И опять весь растаял. Думаю, что на Новый год снега никакого не будет. Температура вообще у нас плюсовая. Также здесь у меня стоит такая вот мусорочка. Вообще, сейчас не знаю, зачем я ее показываю. Ну да ладно. В общем, обожаю этот подоконник. Крашен в нем постоянно. Прямо моя любовь. Ну вот мы и наконец-то добрались до моего самого любимого. И в то же время интересного места в моей комнате. Это вот такой вот белый комод. Кстати, как раз в нем и есть мое хранение с прокладками и ежедневками. Но это мы рассмотрим чуть попозже. А сейчас давайте смотреть, что находится у меня здесь сверху. Первое, это вот такой вот бок с косметикой. Кстати, видео про свою косметику я уже снимала. Постараюсь оставить на него ссылочку в описании. Также рядышком стоит вот такая необычная копилочка. Возможно, если вы видите в ТикТоке или в Лайке, то видели видео, когда создают такие копилки. То есть в ней написаны циферки от 1 до 100. К примеру, я закинула в копилочку 70 рублей и 70 рублей зачеркнула. Или закинула там 62 и циферку 62 зачеркнула. И вот таким вот образом по чуть-чуть нужно заполнить все эти поля. И когда я это сделаю, в копилке будет примерно чуть больше 5000. То есть вот так вот я коплю достаточно, конечно, долго, но все получится. Думаю, что у меня. Рядышком у меня стоит такой вот светильничек. Я его просто обожаю. Ночью он прекрасно светится. Сделала я его сама. То есть взяла гирлянду на батарейках. И также какую-то вот такую вот, не знаю, что это вообще такое. И получился такой достаточно симпатичненький светильник. Ну и наконец-то давайте перейдем к моему первому ящику комода. Кстати, как вам мои носочки. Так вот, этот ящик я оборудовала именно для маникюра. То есть здесь у меня первое, что у меня здесь стоит, это вот такие вот гель-лаки, которыми я делаю себе маникюрчик. Так, здесь у меня стоят различные инструменты. Такие щипчики, всякие разные кисточки для дизайна, пилочки. В общем, все, что нужно для маникюра. Далее здесь у меня стоит такая вот коробочка, в которой у меня хранятся различные фрезы для аппарата. Также для маникюра, естественно. Антисептик и, в общем, всякие масочки. Далее, что здесь у меня стоит, ну, это, наверное, паспорт. И, кстати, вы у меня очень много раз спрашивали, на какой штатив я снимаю. И вот примерно где-то полтора месяца назад я снимала на вот такую вот малепусечку. Заказывала на Wildberries, но так как он у меня сломался, мне пришлось купить новый штатив, уже более профессиональный я взяла. Его покажу чуть попозже, так как он находится в ящике пониже. Ну, вот раньше я как раз снимала на вот такую вот малышку. Так, здесь у меня палеточка теней, которую я вам уже много раз показывала. Ну, и, в общем-то, вот такой вот ящичек, мне он очень даже нравится. Наконец-то, наверное, самое долгожданное, это хранение с ежедневочками. Оно у меня находится в этом комоде во втором ящике. И выглядит все это вот так вот. Думаю, что само хранение вы уже видели очень много раз, показывала в своих видео его, очень часто показываю. Так, далее, что у меня здесь стоит, это вот такая вот коробочка для сбора ежедневок и коробочка для сбора прокладок на следующие месячные. Пока что эти две коробочки пустые, так как еще не успела снять для вас это видео. Но думаю, что после рум-тура как раз выйдет видео со сбором прокладок на следующие месячные. Так, здесь у меня стоят, кстати, вот ночные трусики, на которые я делала недавно совсем обзор. Ссылочку также постараюсь оставить на них в описании. Если вдруг еще не смотрели, то обязательно посмотрите. Получилось достаточно такое интересное видео. Ну, собственно, вот так вот выглядит хранение с ежедневками. Далее, к чему мы переходим, а это мое хранение с прокладочками. Оно у меня находится в самом низу, то есть в третьем ящике комода. И выглядит все это вот так вот. Вот как раз он штатив, про который я вам говорила. Он, кстати, раздвигается, то есть здесь сеножки он становится таким огромным. Кстати, я его также заказывала на Wildberries. И что хочу про него сказать, обычно я снимаю либо на вот такой вот высоте, на маленькой, либо я, когда я снимаю на все хранение, я его чуть-чуть совсем раздвигаю. В общем, мне он очень нравится. В принципе, если вы хотите начать свой канал, то вот такого штатива вам будет вполне достаточно. Можете его купить. Я прям от него кайфую. Он намного удобнее, чем тот первый, который я вам показывала. Также вот, наконец-то, мое это все хранение. Как вы видите, уже весь ящик заполнен прокладочками. Но на этом я бы останавливаться не хотела, так как, в принципе, вы очень любите новые покупки прокладок. Да и я сама не против расширять свое хранение. Поэтому я задумываюсь о создании второго ящика хранения с прокладочками. Но это пока что еще все только в мыслях. Но думаю, что скоро у меня получится это осуществить. Еще вы меня очень часто спрашиваете, зачем я такое огромное хранение прокладок, куда мне их так много девать. Но я еще раз отвечу на этот вопрос, то, что все это хранение у меня в основном для канала. Конечно, мне самой очень приятно на него смотреть, иметь такой огромный выбор. Но все-таки в основном еще расскажу, что это все именно для вас, чтобы мои видео были более разнообразными, чтобы я вам могла предлагать различные фирмы прокладок, различные капельности. Думаю, что теперь я смогла ответить на ваш вопрос, и он больше не будет появляться, по крайней мере, в комментариях под этим видео. И, кстати, вот так вот выглядит моя так называемая студия, когда я снимаю для вас видео. То есть, да, я просто ставлю свой телефон и снимаю для вас различные видеоролики. В общем, вот так вот все это выглядит. Ну и второй вариант моей студии, это когда я стилю какой-то фон, также ставлю сюда свой штатив и выкладываю прокладки. В основном это видео, когда я там снимаю всякие МС-влоги, либо же какие-то там лучшие прокладки. Просто ставлю сюда в телефончик, и вот такой вот у меня вид получается. Девчонки, на этом мое последнее видео в 2020 году подходит к концу. Огромное вам спасибо, что были со мной. Я вас всех поздравляю с наступающим или уже с наступившим для вас Новым Годом. Самое главное, что я вам хочу пожелать, это чтобы вы никогда не останавливались и доходили до своей цели. Ну а с вами была я, Кристина, и увидимся с вами уже совсем-совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok